Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. Я сейчас еду в гости к wargaming.net на стримку Мастеров Орион. Вот решил вам такой небольшой отчётик по этому поводу записать. Едем сейчас по центру Минска, проезжаем с Височ. Ну, здесь всё пройдёт замечательно. Варгейминг будет нас снимать. Встретил сразу тут знакомого Юра Черетянова, с которым когда-то вместе занимались всякой электронной музыкой. То есть он сам с собой занимался, красавец с собой. Вообще в варгейминге дофига работают людей. Паша с собой, фанк, по-моему. Да, он в самой отделе работает. То есть он мой босс. Все электронщики, всех электронщиков скупил варгейминг. Он мой босс. У нас и работает Виталик, Айдекс как и все. Вот, если вы занимаетесь электронной музыкой, то вас купит варгейминг в любом случае. Будет круто. Ну и вот сейчас вот в Play Studio. Я сейчас угрожаю тем, что сейчас меня будут гримировать. Сделают еще более красивыми, чем я есть. Это слава Ушаков. Здорово, народ. Мы уже готовимся к эфиру. Приблизительно так вот выглядит, сейчас покажу, наш сегодняшний сценарий. Вот так вот выглядит наш сегодняшний сценарий. И вот отлично, что Леша приехал к нам в гости и поговорит с нами за 4х стратегии. Отлично, кстати, вспомнился Давид и Голиад. Мне бы половину твоего, тебе тоже было бы неплохо, кстати. Ну ты обращайся, я готов отдать. То есть не жалко. В общем, позвали меня сюда за 3 часа до эфира. Что со мной сейчас 3 часа будет делать, я без понятия, честно говоря. В общем, сейчас на сентябре, в 15.04, стартуем мы эфир в 7, но до того, как мы стартанем эфир, будет еще как минимум один тракт, а скорее всего два тракта. Мы будем поднимать трансляцию, куда, не скажу. И проверять полностью все коммутации, готовность всех роликов. А еще раз, что такое тракт? Тракт, это когда ты проверяешь вообще все, все, что может быть подключено, все, что должно быть показано. То есть вообще все. А потом уже тестовый прогон. Отлично. Друзья, рад представить вам моего гостя, Алексея Халецкого, известного вам ютюбера, который просто-напросто занимается сложными, умными играми, как я называю. Леш, представься нашим гостям. Всем привет, меня зовут Леша Халецкий, и вы на канале Леша Играет. Так я всегда начинаю свои видео на канале. Обычно у меня это обзоры, гайды по стратегиям, по пошаговым стратегиям в основном. Поэтому, собственно, ребята из Wargaming меня и позвали вместе с ними рассказать о раннем доступе замечательной игры Master of Rai. В общем, друзья, с нами эксперт данного жанра игры, поэтому мы так серьезно подготовились. Так, давай, режиссер стрима. Эй, привет. Меня зовут Улан, я не совсем режиссер, но какое-то отношение к этому, в общем, я имею. Ну, то есть он нас гоняет, меня заставили переодеть майку с Суперменом, видите, в майку. Не то, чтобы мне не нравилась майка, но, оказывается, проблемы могут быть с авторскими говорителями, да. Поэтому, ну вот, видите, сколько компьютеров тут стоит, вот с этого управляющего места. Вот за нами Юра будет управлять звуком, вам будет управлять видео и вообще всем. Я всем. Всем. Я вот только людьми. Людьми, да, он бы нам будет там кричать, типа, закрой рот, что ты говоришь, не свети слой. Я буду шептать. Ну да, чтобы вы это не слышали, мы будем там знаками показывать, типа, следите за моими пальцами, что-нибудь такое. Но, я думаю, пройдет интересно. Мы уже потренировались один раз, еще один раз будет, да? Да, еще один маленький прогончик произойдет, так или иначе, но это все мелочь. На самом деле, там установит импровизация. Все, будем импровизировать. Подарим еще пять коллекционных изданий и клевый ноутбук, но об этом чуть-чуть позже передаю слово нашим коллегам. Ловите слово. Спасибо, девчонки. Огромное спасибо вам от игроков. Я тоже здесь немножко слежу за чатом, что вы поделились открытыми и искренними улыбками, коллекционками и майками. Видите, даже со мной поделились майкой. То есть не только победителям достается, но и мне за участие в стриме. Вернулись опять к темам маршан. Ну, конечно, девочки любят котиков. Но я знаю некоторых мальчиков, которые любят котиков. Так вот, насчет одного такого вот человека, зовут его Александр Веркеев, который тоже любит котиков. Саша, как там у тебя дела-то? А дела у меня очень так себе. Я... Юра, хорошо, ты фишка в безопасном расстоянии от этого, от Ватска. Да. Я уже был включен, и готов тебе погреть волосы. Да? Вася, есть Вася? Василий. А, меня? Займись. Отключай. Скажи, а если камеру поднимать, могу тебе с одного масла просто дать? Поздравляю. Ну что, вытягиваемся в полную. Юра, чуть-чуть ввести в сторону. А, камера. Вот. Нам придется открывать камеру следствия. А-а-а-а-а-а. Ну, что, не сильно. Ну, потому что, если ты еще сильнее упрямляешь голову и спину, то ты выпадаешь из карты. Ну, а если так? Не, а как тебе удобно сидеть? Давай так. А если мне лечь удобнее? облокотиться. Да, в другой стороне в паблишер-продессер будут игры, поэтому не смотришься. Да, ты в две стороны просто. Да, такой, знаешь, прислониться к паблишеру, прислониться к митингу. Кто будет более добрым, а мы и прислонимся. А тупый самый толстый, самый добрый. Всегда. Потому что знаешь почему? Толстые плохо бегают, и они должны быть добрыми. Просто как бы смысла злиться нету. Не, не смысла злиться нету, а потому что если ты злишься, ты уже не убежишь. Ну так вот, и у меня получилось, что, собственно, мы вместе с Алкари, до того момента, пока я не открою эту технологию для путешествия по нестабильным варпам, мы заперты с Алкари в одном секторе. То есть тут в любом случае кто-то из нас должен уйти. В данном случае Алкари, они должны улететь. Я помню, как ты удивлялся, у тебя было уже несколько колоний, у них по идее только родная планета. Но я их запер, поэтому... Нет, так я понимаю, что ты их запер, но они упорно стругали флот. Они, нет, там, ну, пока это еще есть минусы в игре, они стругали не флот больше, они стругали скаутов. И на убой мне привозили этих скаутов, я их практически без потерь убивал. У нас здесь раз, источник, два, три, четыре, пять источников света и синий фон, в народе называют его зеленкой, но это у нас только синяя. И мы будем на фоне планеты, если как-то перевернуть камеру, то будет видно планета, вот приблизительно так мы будем работать в эфире. В общем, наш диван на орбите Ориона. Диван аналитики, четыре экстротеки. Отсюда принести свой рапортаж. Вот. Так как меня слышно, нормально? Так как меня слышно. Давайте смотрим. Отсчеты погнали. Так, 20 секунд. Какой 20? Давай, 60 запускам. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Привет, дорогие друзья, и мы в эфире. Сегодня знаменательная дата. Привет, дорогие друзья, и мы в эфире. Сегодня знаменательная дата, 26 февраля. А это означает что? Это означает, что ранний доступ в Мастер оф Райан открыт. Райан открыт. В принципе, мы вот собрались поздравить вас с этим знаменательным событием, рассказать про игру, а поможет мне в этом. Александр Верке, комьюнити-менеджер проекта Мастер оф Райан. Спасибо, Леша, что был у нас в гостях. Спасибо, что пригласили. Подписывайтесь на мой канал «Леша играет» и играйте в умные игры. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.